Два года после боев под Мариуполем в библиотеке имени Грушевского презентовали книгу «Широкинская операция». Это три десятка воспоминаний. Тогда полк Азов потерял 10 человек, трое из них одессеет и больше. Об этом расскажет Мария Мальхас Аналей. Это достаточно редкостьный формат для книжек корресичного выдавательства. Это книга, хоть альбом, которая поместит, кроме текста, кроме описа и споказов Широкинской операции, поместит светлые из этих событий. Марк Мельник показывает книгу «Широкинская операция». Это воспоминания 30 человек, которые ровно два года назад принимали участие в боях под Мариуполем. Я не был посредником ее, потому что, когда я приехал из отряджения на базу в Денинской области, то я заставил пустую базу, и сначала не было понимано, что происходит. Я потом узнал, что передо мной у всех были собраны мобильные телефоны, собраны роутеры, чтобы не было вытоку информации. И рано в рано началась эта операция. Как известно, она была совсем неожиданной для врага, и враг был откинутый сразу на десятки километров на схид. Мы приехали в самом конце Широкинской операции для поддержки наших ребят. Но, к сожалению, уберегли немногих. Ну, вернее, многих ребят потеряли. Хороших ребят. Тогда украинские военные отвоевали пять населенных пунктов. Линия фронта сместилась, а террористы больше не могли обстреливать Мариуполь. В операции участвовало полторы тысячи бойцов полка АЗОВ. Погибли десять. В их числе и трое одесситов. Им и посвятили последние страницы. Главная цель книги – показать украинцам, что у нас достаточно мотивации, чтобы отстоять свои земли. Широкинскую операцию выпустили тиражом в тысячу экземпляров. Издатели обещают подарить несколько библиотекам и общественным организациям.